Здравствуйте, дорогие друзья! Перед тем, как слушать очередной трек, хочу вам сказать, что мы с Ильёй, с моим младшим сыном, решили немножко разнообразить наш контент. И мы с ним будем вместе обсуждать какие-нибудь проблемные вопросы, которые интересны для вас, для молодёжи, которые там, возможно, где-то поднимаются в наше время. Ну, в общем, всё, что интересно вам и интересно и мне. Поэтому я буду обсуждать это, буду говорить с своей точки зрения и пытаться объяснить, почему я думаю так. А Илья будет говорить с вашей точки зрения, с молодёжной, почему он считает, что надо делать именно так. Ну и посмотрим, что победит, мудрость или молодость. В общем, если вам интересен вот такой контент, то я предлагаю вам писать в комментариях ваши предложения, о чём вы хотели, чтобы мы поговорили, что волнует современную молодёжь в наше время. Ну вот, собственно, на этой весёлой ноте я хочу послушать украинскую музыку, потому что давно мы не слушали ничего украинского. «Без обмежень поёт, да зори заполали». Судя по всему, зори заполали, да? Ну, не буду перевода слушать, просто не буду и всё. А вот, что хочу сказать перед тем, как? Что мне нравится украинская музыка, мне нравится она своей мелодичностью, всё. Ещё мне, вот знаете, ну, не всегда у неё это, но какой-то такой иногда налёт какой-то, польский налёт иногда бывает в украинской музыке, которая мне почему-то всегда вот эта польская прыше, шипящие мотивы мне как-то всегда были близки. Ну, не знаю, будет это на эту тему или нет, с шипением или с музыкальностью. Короче, давайте слушаем. Ну, красивенько, как всегда. Здорово. Как-то резко только началось. Красивая картинка, красивая музыка, видимо, красивые слова. Ты була лагидна, як море. Ты недосяжна наче небо. Так ацнутлива и прозора. И солнце прохолоднейше за тебе. Я тебе вот эти, вот знаете, немножко польское присутствует. И все свет сяе твоим светлом. Від луння в горах шепит твого сну. А я захочу, ж стану вітром, словити б тільки посмешку одну. Вот и рост тут есть. И душі у нас. Чому так зори заплали? Зори заплали на весни. С этой кровати, правда, непонятно. Но все остальное замечательно. Когда туманы уже не стало, А солнце прорывается крізь сны, Не прокидайся еще зарано, Не прокидайся трохи, Ще поспи. Закрию промені з собою, По пути мною прошепчу. Дай я надыхаю с тобою, Дай я намрюсь, Доскочу. Чому так зори заплали? Зори заплали мені. Чому так зори заплали? Зори заплали на весни. Я к нам зори заплали, Зори заплали на весни. Песенка про любовь и про отношения. Про то, что как люди вместе прошли свой жизненный путь, А это, видимо, сын, тот самый. Зори заплали, Зори заплали на весни. Я к нам зори заплали, Зори заплали на весни. Зори заплали на весни, Зори заплали на весни. Зори заплали на весни. Вот знаете, меня всегда поражает именно в украинской музыке. Я уже, может, про это говорила, но скажу еще. Вот эта вся боль, которая годами копится по какой-то неустроенности жизненной, все время какие-то события происходят, десятилетиями, столетиями и так далее. И как-то народ все время живет с этим. И вот эта боль, она прорывается в душе украинской. И она в песне прорывается, видимо. Поэтому, что не исполнитель, то как-то там и душа, и музыка, и красота какая-то, и это все выплескивается наружу. Даже вот почему сказала «не хочу слушать перевод», потому что иногда перевод может быть не то, что я бы хотела слушать, или, может быть, как мне там Океана Ильза упрекали в том, что я неправильно поняла, о чем там поют. И, в общем-то, меня там начали в этом упрекать, как я посмела вообще слушать украинскую музыку. Ну вот слушаю, друзья мои, без перевода, как понимаю, так и понимаю. Просто слушаю красоту музыки, голоса и именно украинской мелодичности. Мне понравилось в очередной раз, а вам, думаю, вам тоже. Всем пока!